Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмилеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах и насчёт бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. Привет, совсем недавно я выпускал ряд роликов, посвящённых багу на Кайоперика, с помощью которого вы могли в соло проникать на склады, и вычищая оттуда все золотые слитки, тем самым зарабатывая большое количество игровой валюты. Но каждый раз на это всё дело появляется фикс и каждый раз появляется обход. Как бы Rockstar не старались это всё дело пофиксить, у них это никак не получается. Теперь Кайоперика вообще ощущается как-то странно. Движение камеры ощущается дёрганно, так как на неё наложили некоторые ограничения. В данный момент появилось аж целых три способа, которые позволяют попасть абсолютно на все склады на острове. Но два из этих способов очень геморрные. Так как занимают очень много времени и требуют от игрока некого скилла. Самый простой способ связан с западным складом. Остальные склады мы затрагивать не будем, так как они требуют огромное количество усилий. Ну а теперь погнали к самому ролику, всем желаю приятного просмотра. Да, я знаю, насколько заезжена эта тема, но всё же людям как-то надо помогать. Не знаю, остались ли такие люди, которые до сих пор по КД формят Кайоперика. Вообще, для начала лучше всего расчистить как можно больше охранников в комплексе. Это на тот случай, если вы как-то замешкаетесь за боговкой, то вам никто не будет мешать. Расчищаем охранников в комплексе, попутно нам нужно выбить ключи от подвала. Это тоже в неком образе нам облегчит задачу и вообще само ограбление пройдёт гораздо легче. Теперь тоже такой небольшой ключевой момент. Нам нужно расчистить западный склад от охранников, то есть его окрестности. Трогать, не трогать джиггернаута это ваше желание. Но если вы уверены, то почему бы и нет. Аккуратненько расчищаем это всё дело от охранников и от камер. Хотя камеры трогать вообще не обязательно. Далее, в метре от западного склада нам понадобится вот этот вот куст. Вернее их тут будет три, но нам понадобится один. Включаем первое лицо и прыгаем на него до тех пор, пока у нас не включится рэкдоу анимация. То есть пока наш персонаж не шлёпнется. Это должно выглядеть примерно вот так. После этого нам нужно бежать на ту точку, где раньше можно было проникнуть на склад. А если быть точнее, то в левой его части. Самое ключевое на данном этапе, это ни в коем случае не ускоряться. И не прыгать тоже. Залезаем вот на этот куст и после чего подходим поближе к самому заборчику. Теперь на пальцах объясняю, как это делать. Так как у нас персонаж забагован, мы во время прыжка нажимаем вправо. Либо на консолях просто зажать стих ходьбы вправо. При этом вы не должны вообще как-либо крутить камерой. Короче говоря, просто запрыгнули на этот выступ и зажали вправо. И как эффектом, вашего персонажа покрутить независимо от камеры и вы провалитесь сквозь текстуру. После того, как вас выплюнуло в склад, просто лутаем его. В этом баге абсолютно нет ничего сложного, просто потренируйтесь и он у вас будет получаться. Далее просто лутаем тут всё, что есть, независимо от того, что тут лежит. Но моя цель лишь вам показать. Это моё второе прохождение с этим способом. И в первом прохождении у меня было два стола с золотом. А вот во втором у меня, к сожалению, было золото и деньги. Но ещё раз повторюсь, моя цель лишь вам показать. После того, как мы это всё дело залутали, открываем дверь подвала, взламываем замок и забираем основную цель. Таким образом можно фармить, сколько вам влезет. Также это всё дело зависит от того, что у вас лежит на складе. Так как иногда может быть такой момент, что гораздо будет выгоднее съездить в док. Но такой случай достаточно редкий. Далее опять же всё по стариночке. Открываем дверь комплекса, убиваем охранника, забираем мотоцикл и благополучно уплываем с острова. Да, может быть такая вероятность, что вы не сможете выполнить элитку из-за того, что сумка может быть неполной. Но такую штуку можно легко купить обычным контрактом от Франклина. Так что мой вам совет, особо на элитке не зацикливайтесь. Когда мы вернёмся в город, кстати, можете по приколу дёрнуть интернет. Дабы у вас сохранился прогресс ограбления и вам не пришлось проходить все подготовительные задания заново. Тем самым вы сможете получать в среднем 1 миллион 700 тысяч долларов игровой валюты раз в 10-15 минут. Что очень хорошо по меркам ЖТА. Поэтому опять же хочу сказать, фармите пока Rockstar не придумали очередной фикс на эту фигню. Ну а на этом всё. Огромное тебе спасибо за просмотр. Если тебе хоть как-то был этот ролик полезен и он тебе понравился, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Все полезные ссылки ты всегда можешь найти в описании. Ну а с вами был Антромер. Всем удачи и всем пока-пока. Ну а если ты досмотрел до этого момента, то почему бы тебе не глянуть ещё вот эти вот ролики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok